всем привет продолжаем рассматривать работы художников скульпторов василий кандинский габриэль мюнтер 1905 год холст масла 45 на 45 данный портрет возлюбленные коллеги габриэля мюнтер написано василием кандинским в традициях пост импрессионизма белые маски краски соседствуют синими и зелеными тенями при этом работа классическая по характеру художник стремится запечатлеть габриэль и передать ее внутреннее состояние женщина смотрит задумчиво и губы сжаты в полотне проявилось мастерство кандинского как портретиста он создал изображение без экспрессивных привлечений или жанровой трактовки героиней притом этот казалось бы ничего не выражающий облик получился очень живым и трепетным портретом любимых история отношений пары не имела счастливого конца когда они познакомились кандинский был женат и связь приходилось скрывать двум творческим натурам казалось трудно договориться о своих планах василий стремился к уединенным деревушкам мюнтер хотела долгое время она мечтала что они наконец узаконит союз к 1911 году мастер развелся с официальной женой анны вместо желанного брака говорили несколько лет тщетно ждала кандинского который активно путешествовал и работал во всей европе хотя обещал вернуться к ней швейцарии в 1916 он уехал уложить дела в россии и в 1917 женился но не на ней она не не андреевской мюнтер все время писала письма ждала и искал его но он оставлял ее без ответа только в 1921 году кандинский вышел с ней на связь и сообщила себе для художницы это был настоящий удар она на долгие годы забросила живопись пыталась найти себя в чем-то другом когда к власти пришли национал-социалисты во главе с гитлером беспредметное искусство объявили дегенеративным и достойным немецкой культуры мюнтер рискую жизнью прятала картины кандинского у себя в доме а за несколько лет до смерти передала весь архив в коллекции галереи ленбах хаос ну такое описание к работе василия кандинского габрилиан мюнтер я нашел в интернете я пользовался текстом книги великие музеи мира до свидания пока пока а